Всем привет, дорогие друзья! Это итоговое видео за 2022 год. Каждый год я пытаюсь подвести некую черту под уходящим годом и сформировать свое собственное отношение к тому, что происходило с локомотивом за вот прошедшие 365 дней. И это конкретное видео за 2022 год получилось, ну, невероятно тяжело. Мне было очень тяжело, даже когда я на бусте писал заметку. Слишком много разных событий происходило в этом году и с локомотивом, и во всем мире. Которые навалились целиком на меня, на наш клуб, на всех болельщиков. И какую-то единую позицию, единую оценку тому, что происходило за этот год, выдать просто невозможно. Вот сейчас я записываю это видео буквально через несколько часов после того, как локомотив объявил о подписании Сергея Пеняева и Максима Глушенкова. И это лучше всего характеризует тот путь, который локомотив прошел с начала года, когда было подписание Кухта и Исидора до конца 2022 года, где мы радуемся подписанию Сергея Пеняева, Максима Глушенкова. И, скорее всего, еще придет Илья Лантратов. И это не то, чтобы плохо, да, не то, что я говорю о том, что вот в начале года у нас были крутые-крутые ребята, а сейчас мы подписываем каких-то днарей. Но это показывает, какой путь прошел локомотив. Это показывает то, что если в начале года у нас были одни ориентиры, то к концу года мы пересмотрели свою точку зрения, мы пересмотрели то, куда идет локомотив, и решили уйти немножечко в другую степь. Хотя по тому же Сергею Пеняеву, например, еще Ральф Рангни в прошлом году говорил о том, что очень бы очень сильно его хотел, но окружение Пеняева на тот момент решило, что в локомотив ему рановато, а вот теперь, видимо, в самый раз. Давайте посмотрим на то, что происходило с локомотивом в 2022 году и попытаемся понять, где же были вот те самые точки, в которых что-то пошло не так, из-за чего локомотив оказался на 14-м месте и теперь пытается сам себя за шкирку вытянуть, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей или вообще не упасть в ФНЛ. Поехали! Хотя, не, подождите, еще не поехали. Давайте договоримся, что вы заранее поставите лайк и потом его снимете, если видео вам не понравится, а также подпишитесь на канал. И если вам интересно получать материалы, то вы можете еще подписаться на Boosty. Там и текста, и видеоматериалов больше, чем на YouTube-канале, где я выхожу примерно раз в неделю. На Boosty практически каждый день что-нибудь, да, появляется. Поэтому давайте, если вам интересно, вы еще и туда перейдете. Вот теперь точно погнали! Весь 2022 год — это сплошные американские горки. Именно поэтому мне так тяжело выстроить свое отношение к тому, что происходило с «Локомотивом» в этом году. Ну, казалось бы, да, «Локомотив» на 14-м месте к декабрю месяца. И что вообще можно хорошего найти в этом году? И многие болельщики, ну, читаешь комментарии, понимаешь то, что, ну, для них этот год — это был один беспросветный мрак. Что в внешнем мире, что в футбольном, да, что когда они смотрели на матч «Локомотива». Для меня это было абсолютно не так. Я постоянно находился на каком-то то подъеме от того, что происходит в «Локомотиве», особенно в начале года по весне, до каких-то невероятных падений. Самое глубокое было во время руководства команды Андреем Федоровым. Такого плохого футбола я не видел вообще никогда. И вот эти вот, да, то вверх, то вниз. И ты то восхищаешься Артемом Карпукасом, который умудрился пройти за год путь от молодежной команды до сборной России, то пытаешься понять, как прекраснейшие футболисты, которые умеют играть в футбол, типа там Дмитрия Баринова или Стаса Макеева, могут допускать настолько чудовищные ошибки, которые допускают. И с одной стороны, конечно, такая болтанка ничего хорошего в себе не несет. Особенно 14 место ничего хорошего в себе не несет. С другой стороны, я могу сказать, что в этом году не было той болезни, которая захватывала меня в предыдущие годы, когда к концу, собственно, отрезка осеннего, да, в декабре, я уже не особо переваривал локомотив. Мне было тошно на него смотреть. Мы постоянно проваливали осень и постоянно последние матчи, это была какая-то катастрофа. Смотреть просто на этот футбол было невозможно тяжело. И не было вот к этим матчам, не было какого-то вот ощущения, что что-то изменится. В этом году совершенно не так. Мы постоянно меняли состав, мы постоянно меняли тренеров, мы постоянно меняли руководство. И поэтому даже к концу года, да, пускай сезон в этот раз не затянулся до декабря, оказалось то, что мне все равно очень интересно смотреть даже за последними матчами локомотива, пускай они были в этом кубке, из которого невозможно вылететь практически. И все равно интересно, но потому что пришел Галактионов, какое у него видение команды. Этот Галактионов решил еще и молодежи кучу задействовать, а я обожаю молодежь. И в этом всем интерес к команде у меня в течение года был на очень высоком уровне, хотя уровень игры локомотива был достаточно низок. Это парадокс, с которым я жил весь год, и смотреть на матчи локомотива подчас было больно, но тем не менее все равно интересно. Начиналось все вообще шикарно. Вы, наверное, помните, что начало 2022 года, и для меня лично, и для локомотива вообще было очень-очень даже хорошим, потому что, ну, я уже говорил, что мы подписали Уилсона Исидора и Яна Кухту. Яна Кухту я вообще считаю самой, наверное, удачной покупкой локомотива за долгие годы, потому что он как влитой подошел этому составу, и оказалось, что это именно то, что локомотиву нужно. Блестяще прессинговал, блестяще играл в подыгрыши, ну, и когда надо, забивал важные голы. Пускай у него не так много голов в итоге оказалось за локомотив, но тем не менее то, что делал на поле Ян Кухта у меня заключением одного единственного матча с Ростовом вызывало, ну, какое-то вот прям вот хорошее к нему отношение. Очень жалко, что он ушел во многом, да, вот если мы будем искать вот эти вот точечки, где с локомотивом что-то пошло не так, я думаю, что уход Яна Кухты очень серьезно подкосил команду, потому что Цорн так и не смог найти ему замену, Иван Игнатьев при всем уважении таковой заменой не стал. Уилсон Исидор начал с того, что поставил там какой-то рекорд по количеству уголов подряд с первого матча, и прекрасный парень, отличный парень, классно умеет играть, здорово бежит, есть техника, и таких игроков мне всегда в локомотиве хотелось побольше. Плюс лично для меня 2022 год начался с подписания там с контракта с Фонбетом, и в этом плане тоже все было хорошо, я делал много роликов, я делал много материалов в Телеграме, на Ютубе, на Твиче, где угодно, где мог только дотянуться, делал как можно больше контента. И вот этот вот период, январь-февраль, это, наверное, период самых больших моих надежд на локомотив, на то, что вот сейчас все должно получиться, вот сейчас все должно стать круто. Я смотрел товарищеские матчи, да, там не все матчи проходили под нашу диктовку и с каким-то классным результатом, да, мы проигрывали 0-3 Мельде, когда новобранец нынешней Челси Фафана просто отвозил всю нашу оборону. Но все равно то, во что играл локомотив, то, как они прессинговали, то, как они постоянно на чужой половине поля что-то пытались создать, мне очень нравилось. И именно такой локомотив мне хотелось видеть. К сожалению, все оборвалось быстро. Первая точка, которую мы поставим на нашем календаре, это, конечно, 24 февраля, когда, к сожалению, к большому сожалению, весь российский футбол начал свое падение в Тартарары из-за начала специальной военной операции. Из локомотива уехал Гиздаль из Краснодара, уехал Фарки. И локомотив покинул, в частности, бразилец Пабло, это стало большой проблемой, потому что вдруг оказалось то, что в центре нашей обороны нету того самого дядьки, который спокойно, спокойно, ребята, играем, ничего страшного не произошло, просто, просто играем. Этим парнем должен был стать Пабло, и на него явно рассчитывали. И впоследствии в интервью Цорн рассказывал о том, что, да, в самом начале зимнего трансферного окна они думали, кого продать, Мурил или Пабло, но Пабло наотрез отказывался уходить из локомотива и говорил, что его здесь абсолютно все устраивает, ему здесь все нравится. Поэтому продали Мурила. И Пабло, который в итоге кинул локомотив, который уехал, оставил локомотив с Мампаси, с Едваем, с Макеевым, Бариновым, и в общем и целом, да, фактически без обороны. Мы кое-как справлялись, и на Едвая куча шишек навалилась, на Мампасе куча шишек навалилась, мы много глупых голов пропустили, в том числе по вине, там, Гильермия, если вы помните эти матчи, когда Гильермия выкатывал мяч на ногу соперникам, и там Тома Радишвили приходилось удаляться, то от Федора Смолова пропускали. В общем, глупые ошибки из-за какой-то постоянной нервозности. А эта нервозность, она во многом была обусловлена тем, что из механизма нашей обороны вдруг изъяли человека, который должен был быть столпом ее. Тем не менее, на самом деле весна для Локомотива прошла хорошо. Если посмотреть график набора очков, то Локомотив в этом графике находится на третьем месте. Уступили только Зениту и Краснодару, и то совсем немного. Если мы сейчас пройдем весну с таким же количеством набранных очков, как и год назад, то ни о какой борьбе за выживание даже речи не будет. Мы просто достаточно быстро улетим вверх и поднимемся там до каких-нибудь десятых мест. То есть, ничего хорошего, но тем не менее, да, и не борьба за выживание. Тогда же, 24 февраля, начались проблемы с тренером, потому что ушел Гиздаль. А я к нему, как вы, наверное, знаете, отношусь довольно хорошо. Как бы там его не чехвостил Баринов и другие эксперты. Мне кажется, что Гиздаль провел в Локомотиве довольно хорошую работу. Было понятно, во что Локомотив играет. Да, это иногда приводило к каким-то поражениям из-за того, что мы слишком убегали в атаку. Но, тем не менее, за таким Локомотивом было интересно наблюдать. И, как мне кажется, предсезонка у Локомотива прошла довольно хорошо. Мы много бегали по весне, мы много бегали на последних минутах и додавливали соперников. Но, 24 февраля Гиздаль смотал удочки и улетел. И в этот момент Цорну нужно было принимать первое ключевое решение, которое он побоялся, что ли, принять или не смог принять, или что-то еще произошло. Потом Цорна рассказывал, что были кандидаты на то, чтобы возглавить Локомотив, но все они отказались. Но это, мне кажется, скорее отговорка Цорна, чем его оправдание. Назначили Марвина Компера. И прямо тогда, 24 февраля, я говорил о том, что я не понимаю этого назначения. Марвин Компер никогда не был главным тренером. У него не было никакого опыта управления командами, даже юношеского уровня. Не говоря уж об уровне российской премьер-лиги, где все-таки нужно принимать ответственные решения. Где нужно понимать, как строить ту же подготовку в межсезонье. Как мне кажется, серьезнейшее упущение было допущено в июне-июле, когда мы проводили предсезонную подготовку. И оказалось то, что Локомотив скорее какими-то веселыми стартами занимался, чем закладывал физуху. И дальше мы это видели, что команда сдулась очень быстро. И сентябрь, октябрь, ноябрь мы уже доигрывали примерно на 0.5 скорости от того, во что мы должны играть. Но началось все это тогда, 24 числа. И вы помните, что тогда же у Краснодара возникли проблемы. И Краснодар лишился Фарки, на которого они очень надеялись. Фарки классные специалисты. Мне бы очень было интересно посмотреть на его работу в российской премьер-лиге. Но они не побоялись. Они поставили тренера из Краснодара 2. Они поставили Старожука. И тот вывез им сезон. Потому что Старожук был знаком со всеми ребятами, которые находятся в Краснодаре. И кое-как, кое-как очки добывались. Локомотив же решил поставить Компера. И мы собрали все шишки, которые только могли собрать. Да и по-другому, наверное, и быть не могло. Потом была проблема с Ласьковым Пашининым, которых убрали. И нам так и не объяснили, почему их убрали. Потом поставили Хапова. И вроде как, ну какой-то симбиоз был. Что-то получалось, что-то делалось. Но затем сезон закончился. Мы месяц с лишним снова работали без главного тренера. Компер не мог быть главным тренером из-за отсутствия у него лицензии. Откуда может быть лицензия у человека, который никогда не работал тренером. И к июля мы взяли Ценбаура. Тогда, когда Ценбаур только приходил, нам говорили о том, что этот человек полностью разделяет тот вектор развития, который выбрал Компер, который выбрал Цорн. И они все смотрят в одну сторону. И именно поэтому его выбрали. И это было бы, ну, наверное, нормальное решение. Хотя кто такой Ценбаур и за что его брали, абсолютно непонятно. Зачем брать тренера вот такого уровня, если у тебя под боком в России есть немало тренеров. Ну, точно ничем не хуже, чем Ценбаур, которому еще нужно адаптироваться к стране. Но, если он действительно смотрит на футбол так же, как Компер, так же, как Цорн, так же, как все руководство Локомотива, то окей, да, там, возможно, какой-нибудь Бушуев, Мишаткин или Федоров, они смотрят на футбол по-другому. Поэтому, ну, вот поэтому выбор пал на немца. Как оказалось, после того, как Компера уволили, после того, как Ценбаур возглавил команду, это был миф. Ценбаур сразу сказал то, что футбол Компера ему не нравился, что он будет строить команду по-другому. Об этом же самое говорил нам Дмитрий Баринов о том, что, ну, мы совершенно по-другому стали играть при Ценбауре, нежели чем при Компере. И это странно, и это нам говорит о том, что Локомотив при Цорне, вот не при немцах, клятых немцах, а именно при Цорне, когда Цорн начал принимать собственные решения, стал шарахаться из стороны в сторону, не последовательно, не в одну точку, а давайте попробует Компер, так у Компера что-то не получилось давать Ценбаур, да, что-то у Ценбаура не получилось давать из следующего. И это, конечно, не может привести к результату. И если говорить о том, в какой момент у Локомотива что-то пошло не так, то я бы выделил дату ухода Ларса Корнетки из Локомотива, потому что именно в этот момент немецкий проект Локомотива, считай, закончился. А это было где-то там в начале марта. Еще немножечко там неделю Корнетка думал, что-то рассуждал, может быть он сразу, конечно, улетел, но объявили нам об этом где-то в начале марта. И немецкий проект закончился не в октябре, когда уволили Цорна, или не в декабре прошлого года, когда Рангник ушел в Мачестер Юнайтед, он закончился вот именно с уходом Корнетки. Потому что Корнетка, как ни крути, был главным над Цорном. Цорн не мог в одно лицо принимать какие-то решения. Вполне возможно, что назначение Компера было согласовано между Цорном и Корнеткой, но летнее уже, когда нужно было принимать решение, когда нужно было назначать тренера, это уже делал Цорна в одиночку, и он принял дурацкое решение. Потом ушел Кухта, нужно было принимать решение о его замене. Решение было принято в пользу Игнатьева, дурацкое решение. Ушел Бека, нужно было приобретать футболистов в центр поля, никого не пришло взамен, дурацкое решение. И вот таких вот решений именно с момента ухода Ларса Корнетки я могу уже насчитать большое количество. Вы знаете, да, что я большой поклонник того, что делалось с немцами в локомотиве, мне нравилось это, я ловил восторг от этого. Но начиная с марта-апреля, когда именно Цорн стал главным в локомотиве, я стал ловить себя на постоянном ощущении, боже мой, что происходит, зачем, почему. Почему? Иногда даже говорились красивые слова Цорнам о том, что должно быть сделано, и мне нравилось это. По тому же Бекке, прям фактически на следующий день Цорн говорит о том, что будем покупать центрального полузащитника. Центральный полузащитник это самая важная фигура, которую нам нужно приобрести. Но проходит месяц, проходит второй месяц, и в центр полузащиты никого не было приобретено. Но и более того, мы из центра полузащиты еще отдали Бабкина, и эта позиция вообще оказалась никак не укреплена. Но при этом мы покупили Педриню на фланг атаки, хотя вроде как не сильно эта позиция нуждалась в усилении, и купили Кузьмичеву, центрального защитника, про которого речи вообще не шло. В общем, ну абсолютно непонятные решения стали приниматься. И к началу октября стало понятно то, что Цорн обязан уйти из Локомотива, он не вывозят, он не может найти главного тренера команде. Да, когда уволили Компера и решили поставить Ценбаура, это уже был вабанк от Цорна. И опять же, я тогда говорил о том, что ну я не понимаю Цорна, я просто не понимаю. Это как прийти в казино и поставить абсолютно все свои деньги на зеро, а вдруг выпадет. Но ты же можешь сделать достаточно простые вещи, достаточно понятные, которые с большой долей вероятности исправят ситуацию. Да, ну поставить там того же Мишаткина или какого-нибудь другого тренера, который имеет опыт исправления вот таких вот плохих ситуаций. Но Цорн идет вабанк, Цорн сам себя одной цепью связывает с Ценбауэром, Ценбауэр проигрывает один матч за другим. Естественно, ну отставка не заставила себя долго ждать. Мне очень жаль, что локомотив немецкий, локомотив тот, который представляли год назад на пресс-конференции, так бесславно завершил свою жизнь. Потому что 24 февраля началась СВО, потому что Цорн сошел с ума и решил делать какие-то сумасшедшие вещи. Но я по-другому просто не могу назвать. Он ставил явно не на тех людей, которые могли гарантированно давать результаты. А ему этот период нужно было переждать. Ему нужно было, да, там, возможно, немножечко отойти от стратегии. Может быть, немножечко перестать доверять немцам. Но, по крайней мере, да, выправить результаты, перестать проигрывать. Но Цорн решил этого не делать. Цорн решил просто идти на пролом и довериться к Компе Руссенбауэрам. Не могу этого понять, не могу этого принять. И отставка Цорна абсолютно логичное и правильное дело, которое случилось в октябре месяце. Но и дальше не случилось каких-то изменений, которые должны были направить локомотив в нужное русло. И вот буквально на днях вышло интервью Андрея Федорова, который возглавил локомотив после Ценбауэра, который сказал, что, насколько ему известно, эту должность предлагали другим, но никто не захотел идти на 1-2 месяца. А он решил, что его это абсолютно устраивает. И тем не менее, ну какой к черту Андрей Федоров? Ну почему Андрей Федоров? Как можно брать тренера, который загубил Казанку, который работает селекционером, у которого тоже нет никакого опыта? Это ровно та же самая история, что взять Ценбауэра, только еще хуже. И да, мы пытались, видимо, Галактионова очень долго уговаривать, выцепить его из Нижнего Новгорода с противодействием губернатора Нижегородской области. Но тем не менее, да, мы вцепились вот клещами в Галактионова. И пока мы пытались вытянуть этого тренера, локомотив продолжал сыпаться, продолжал падать, проигрывал дерби за дерби. Ну, выиграли у Торпедо благодаря голу Карпукаса, но тем не менее, все равно это был, наверное, самый ужасный локомотив. И вот в этот момент я вот это вот самое пике свалился. Нежелание смотреть локомотив, нежелание включать телевизор в тот момент, когда локомотив играет. Хотя все равно вокруг локомотива было много слухов, все равно какой-то интерес к локомотиву поддерживался. И раз за разом я этот телевизор включал, плевался, пытался понять, что вообще происходит, почему локомотив, обладающий такими футболистами, которые у него есть, играет в настолько примитивный, дурацкий футбол. И все равно смотрел, все равно было больно, но интересно. Затем пришел Галактионов, наконец-то, на два кубковых матча. И в отличие от Федорова, работа Галактионова с первых же двух матчей вызвала оптимизм. Потому что, во-первых, Галактионов позвал много молодежи. И меня это радует, меня всегда радует большое количество молодежи в локомотиве. Но это была молодежь, от которой вроде бы уже даже отказались, типа Касимова и Иванькова. Это была молодежь 2005 года рождения. Мы увидели Щетинина. Мы увидели Вадима Ракова, от которого тоже в какой-то момент отказались. Его выпустили в начале сезона с крыльями советов на 10-15 минут. Но затем все. Все, Вадим, ты нам не нужен, сиди на скамейке. Хотя, ну, сказать то, что локомотив хорошо играл в атаке, невозможно. Но вот Галактионов совершенно не испугался. На полчаса Ракова выпустил. И Раков был хорошей, интересной силой на поле, которая в матче с Краснодаром показала себя во всей красе. Жалко не забил, но шансов у него было два прям очень хороших. И в целом Галактионов вернул локомотиву игру в атаке, игру на чужой половине поля, игру в прессинг. Кто, по сути, от чего избавлялись? Федор, Цинбауэр. Да, это был уже больше похож на локомотив Гиздаля даже. Того вот самого годичной давности локомотив. Я об этом много проводил параллелей, много говорил о том, что ну вот смотрите, ну вот матч и вот матч. Они прям очень похожи. Локомотив пытается действовать абсолютно в той же самой манере. И это позитивно, потому что тот локомотив, тот локомотив годичной давности, несмотря на не самые высокие результаты, мне нравился. Я был уверен, что добавив тот локомотив исполнителей, которых у Гиздаля не было, к сожалению, мы получим что-то интересное и качественное. Ну вот, по сути, да, мы проиграли Краснодару, но при этом показав достаточно хорошую игру. А затем уже без шансов вынесли Нижний Новгород, забили им несколько красивых мячей, пропустили только на 95-й. С пеноля, ну бывает, ничего страшного. Вышли в следующую стадию Кубка России, где будем играть со Спартаком. В общем, ну год постоянных веляний, постоянные вот это вот синусоиды, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Да, даже вот в этом сезоне, достаточно поганом сезоне, у нас были матчи, когда мы там, не знаю, Оренбург разнесли просто 6-1 с хитриком Игнатьева. У нас хитриков не было уже черт знает сколько времени. И тут Иван Игнатьев выходит, забивает красивые мячи, просто убегает от обороны, забивает, забивает. И Даня Худяков отдает голевую передачу. Круто, безусловно, круто. Но потом, оп, после этого матча, мы спустились вниз на несколько поражений подряд, которые, собственно, стоили место Комперу. Потом приходит Цинбаур, и мы снова резко вверх поднимаемся, потому что Педриньо делает покер, мы обыгрываем Химки. Пускай, да, это Химки, которые ввалились, но, тем не менее, в следующем матче Федоров Химки еле-еле 1-0 обыграл. Все равно круто, все равно классный матч, все равно он такой приятно смотреть, и ты думаешь, вот, смотрите, пришел Педриньо, вот сейчас все пойдет, классный нападающий, умеет бить, умеет обыгрывать. Но нет, в следующем матче мы снова проигрываем, причем проигрываем как-то абсолютно по-дурацки. Смотришь на матчи этого сезона и понимаешь, что сколько очков мы отдали абсолютно самостоятельно, но это сейчас можно было бы, не знаю, за пятерку бороться. Да, когда мы не обыграли Нижний Новгород, когда мы Ахмату умудрились проиграть просто, ну, каким-то сумасшедшим образом. И таких матчей ни один, ни два, ни три было, к сожалению. Да, были те, в которых нас конкретно переезжали. Это Зенит, это Краснодар на выезде. Ничего не могли с ними поделать, они просто оказались сильнее. Но и матчи, в которых мы должны были побеждать, их тоже было много. Но ошибки в обороне, которые допускали абсолютно все, и Тин Е2, и Дмитрий Баринов, и Стас Макеев, и Иван Кузьмичев, и Даня Худюков. Незабитые мячи в атаке, которые тоже, ну, тот же самый Педриньо, который сделал покер, затем не может попасть с трех метров по пустым воротам, бьет в штангу, и мы проигрываем Сочи крупно. Камано, который не может забить пенальти, зачем вообще Камано подходит бить пенальти? И да много, много чего можно вспомнить, когда Локомотив должен забить, но вместо того, чтобы забивать, упускает стопроцентный момент и в ответной атаке пропускает. Такого было выше крыши в этом сезоне, и тоже это мешает объективной оценке, это мешает восприятию сезона как некого целого, потому что постоянно какие-то рваные куски, рваная мозаика, это то хорошо, то плохо, даже в одном матче ты можешь найти что-то хорошее, что-то плохое, и составить какое-то впечатление именно цельное не получается. Давайте поговорим про игроков, именно от них в основном зависит результат. В этом сезоне еще во многом от тренера Локомотивского он зависел, но про игроков тоже всегда интересно говорить. Про Кухту я уже сказал, про Исидоры я сказал. Есть такой персонаж, как Мампаси, которого покупали еще в прошлом, там, в ноябре-декабре, и спешно ему делали российское гражданство, для того, чтобы он вписывался в еще прошлый лимит. Напомню, что новый лимит, лимит по заявке, он действует только с июля. Мампаси приобретали в декабре еще под старый лимит, когда не было четкого понимания, четко известно, что лимит будет меняться. Отношение к Мампаси у болельщиков, у экспертов очень негативное, и Мампаси не стал использовать Галактионов, даже когда у него не осталось футболистов, он предпочел выпустить Егора Погосного. Но лично мне кажется, что в Мампаси определенный есть потенциал, который не раскрылся в том числе, потому что 24 февраля начались всем известные события, и город, в котором он выступал в течение полугода, где у него было много друзей, фактически оказался стерт с лица земли, и, естественно, это не может не влиять на парня 19 лет, а ему всего 19. Мне кажется, об этом тоже очень многие люди забывают, когда оценивают футболиста. 2003 год рождения. Парню 19 лет, он под громаднейшим прессом. Он вообще не должен был играть, должен был играть Пабло, но приходилось выпускать в Мампаси. В некоторых матчах он был хорош, в некоторых матчах он допускал ошибки, но это нормально для парня 19 лет. Точно так же, как это нормально для Дани Худякова, которому еще меньше, ему было 18 лет. Проблема в том, что они просто не должны были играть в этот момент в локомотиве. Должны были играть парни серьезнее, парни солиднее, которые не тушуются, не теряются. Вместо Мампаси должен был играть Пабло, вместо Худякова должен был играть Гильерми. А эти ребята, они должны были расти, и через год, через два, это абсолютно нормальная история, они бы выросли в нормальных, качественных, сильных футболистов. Но бросают прямо в огонь. И, естественно, болельщикам важно, чтобы был результат. Естественно, болельщики не будут смотреть на то, что 18 тебе лет, 19 лет или 20. Ты должен показывать хороший футбол. А этот футбол, к сожалению, показывать не всегда удавалось. Я надеюсь, что Мампаси отдадут в аренду. Мне в целом кажется, что у него достаточно большие перспективы. Он быстрый, он достаточно выносливый. У него есть понимание, как нужно отдавать передачи. И позиционная игра, она придет. Это главная проблема Мампаси, конечно. То, что он не совсем понимает, как играть позиционно. Иногда выдергивается, иногда проигрывает борьбу, просто потому что не занял нужную позицию в нужное время. Но это все придет с опытом. Я надеюсь, что этот опыт у него будет. Ну а сейчас ему нужно перезагрузиться. Ему нужно очистить свою голову и просто играть, играть, играть в футбол. Может быть, ФНЛ, может быть, НИС РПЛ, может быть, еще где-нибудь. Но играть обязательно нужно. Чуть позже в Локомотив приходит Лукас Фасон, бразильский защитник. Мы о нем узнали еще до окончания сезона. Но, естественно, увидеть его в деле смогли только в предсезонных матчах и в первых матчах сезона. Потом, к сожалению, он получил травму. И для меня Лукас Фасон – это главное впечатление вообще этого года. То есть, когда ты не знаешь, чего ждать, приходишь на матч с Динамо. Это матч, товарищеский матч, который сделали открытым для болельщиков. Я на него сходил. Он проходил в режиме трех таймов. И я увидел защитника, который, ну, не 19-летний, но тоже достаточно молодой. Но он играет просто как профессор. Он играл как Чурлуков. Он читал абсолютно все, что происходило на поле. Причем как в обороне, так и в атаке. Он подключался на стандарты, выигрывал борьбу. Он в обороне прекраснейшим образом просто работал на перехватах. Перехватил мяч и сразу отдал длинную передачу на начало атаки Локомотива. И еще одна точечка, которую мы поставим, где же все пошло не так. Это, конечно, конец первого тайма матча с Ростовом, когда Лукас Фасон рвет крестообразную связку. И мы теряем важнейшую фигуру в обороне Локомотива. Я уверен, что не случись та травма, и мы бы набрали гораздо больше очков. Потому что Фасон идеально подходил этому Локомотиву. Фасон прекрасно мог сыграть в паре с Едваем. И пока Едвай носится где-то на чужой половине поля, отбирает мячи, перехватывает, Фасон его идеально страхует. Он мог начать атаку прекрасным пасом, он мог ее завершить на угловом или штрафном. И, к сожалению, у Локомотива не оказалась замены для Фасона. И, к сожалению, эта травма выбила его вплоть до января-февраля. Надеюсь, что у Фасона все будет в порядке со здоровьем. Мы его снова увидим в январе-феврале на сборах. Мы увидим его в марте в играх за Локомотив. И это будет очень важная фигура в наших оборонительных построениях. И в том числе поэтому я не понимаю, зачем Локомотив ищет центрального защитника. Некого опытного, некого хорошо играющего на втором этаже. Разные фамилии выскакивают. Вот 22-летний, или сколько ему там лет, Фасон играет так, как будто за его плечами уже сотня или две сотни матчей в российской премьер-лиге. Я уверен, что он просто встанет и рядом с ним, хоть Погоснов, хоть Макеев, хоть Кузьмичев, хоть Мампаси, будут просто так же классно играть, как в свое время играл любой партнер Черлуки. Я не буду говорить подробно про всех новичков Локомотива, потому что, ну, был, например, Марк Раконец, который ничем особо не запомнился. Понятно, зачем его брали, для того, чтобы бороться на втором этаже, для того, чтобы выигрывать какую-то силовую борьбу. У нас не было такого нападающего, у нас как раз была проблема с тем, что мы практически не забивали с второго этажа. Но Раконец оказался совершенно не готов к российской премьер-лиге. Ну, поэтому, так же, как и Мампаси, должен, наверное, уехать куда-нибудь в аренду. Я уверен, что проблем с арендой и в Мампаси ураконяться не будет. Был Ваня Кузьмичев, центральный защитник, которого непонятно, зачем брали. Да, он в итоге поиграл, да, он в итоге стал основным центральным защитником под конец года. Но, тем не менее, все равно непонятно, зачем нужен был Иван Кузьмичев. Хотя, возможно, не было бы тогда Кузьмичева, сейчас бы писали о том, что Локомотив им интересуется, потому что мы почему-то ищем какого-то молодого центрального защитника, типа Ильи Агапова. Был Педриньо, который приехал, забил 4 мяча и уехал. Тот же Федоров сказал о том, что ввел себя на тренировках Педриньо так, как будто кто-то ему обещал постоянное место в стартовом составе. Но лично мне Педриньо особо ничем не запомнился. Да, он забил эти 4 мяча на абсолютно одном и том же приеме в матче с Химками, но часто его дриблинг был абсолютно бесполезен для Локомотива, иногда и вреден. Поэтому, ну, что был, что не было, вот сейчас у нас будет Сергей Пеняев, на мой взгляд, абсолютно достойная замена для Педриньо, потому что он умеет абсолютно то же самое, только еще и продуктивнее, и при этом моложе, и при этом россиянин, и при этом еще один из моих любимчиков, потому что я его видел с юных детских лет. Определенно стоит чуть больше времени уделить продаже Бекки, потому что очень много претензий к Локомотиву и в прошлом году, и в этом году. Можно было сформулировать как, да как вы их продадите, если вы их купили за такие большие деньги? Но оказалось, что на данный момент все игроки, которых приобретали немцы, уходят либо за ценник выше, чем их приобретали, либо за ценник, ну, как минимум не меньше. Да, вот ушел Кухта, но он ушел в аренду с правом выкупа за те же самые деньги, за которых его Локомотив покупал в свое время. Ушел Педриньо, ушел за те же самые деньги, за которые его Локомотив покупал. Это говорит о том, что, ну, стоимость покупок была рыночная, мы не переплачивали за этих футболистов. Ну, а Бека это вообще такой вот краеугольный камень, потому что его покупали там за 6-7 миллионов, и многие, многие вот эксперты говорили о том, что, ну, вы посмотрите, на трансфермаркте он стоит 800 тысяч, вы переплачиваете в 10 раз больше, да как вообще вы его сможете продать? Ну, оказывается, то, что игроков молодежной сборной Франции, олимпийской сборной Франции, которые поиграли в Лиге Европы и получили игровую практику на уровне РПЛ, можно продать. И да, Ницца не сказать, что как-то сильно выиграла от этого приобретения, ну, так и, не знаю, цисковские продажи или спартаковские продажи тоже очень часто приходили и сидели на лавке в течение долгого времени. Это нормальная история. Там клубы побогаче и могут просто попробовать, и получится, получится, не получится, увы, попробуем еще кого-нибудь. Ушел Бека, мы выручили за него фактически в два раза больше, чем, собственно, сами потратили. И это говорит о том, что стратегия была правильной, что покупать молодых игроков в юношеских сборных, в молодежных сборных, в олимпийских сборных, тем более из таких футбольных сборных, как Франция, это хорошая и правильная идея. Сейчас с этим, конечно, гораздо сложнее, потому что завлечь футболиста в Россию очень тяжело, особенно в свете того, что Россия еще и в Азиатскую конфедерацию собирается переходить. И никаких надежд на то, что вернется хоть когда-нибудь в Еврокубке уже нет. Так-то они все думают о том, что, ну да, сейчас год-два мы побудем без Европы, тот же Сидор, Керк и еще кто-нибудь. Ну, а затем уже, конечно, вернемся. Ну, а если Локомотив и вся Россия перейдет в Азиатскую конфедерацию, то, конечно, о возвращении в Лигу чемпионов придется забыть на долгие-долгие годы. Ну и давайте поговорим о футболистах, которые по своему статусу, возрасту и стажу в команде должны были стать лидерами Локомотива, но, к сожалению, этого лидерства мы от них не дождались. В первую очередь, конечно, Дмитрий Баринов, который пытался вести команду, который пытался ее заводить, куда-то что-то делать. Но все его интервью, все его поведение, ну, мягко говоря, не шли на пользу Локомотиву. И с самого начала он сливал информацию журналистам о том, что ему не нравится предсезонка Гиздаля. Затем его бесконечное интервью о том, как он хочет уйти из Локомотива в Европу. Затем вот эта вот история про слив Педринью о том, что кому-то до фонаря, происходящее в Локомотиве. И все это можно было бы принять, если бы сам Баринов был примером на футбольном поле, был хорошим футболистом, идеальным футболистом, ну или близким к идеальному. Но Дмитрий Баринов был одним из худших и к концу года фактически в каждом матче привозил по голу. И вот эту вот победу над Нижним Новгородом мы одержали без Дмитрия. И оказалось то, что нам гораздо проще и гораздо спокойнее играть без него в обороне или в полузащите. Когда в обороне там Погоснов и Кузьмичев более-менее справляются, в полузащите Мородишвили в центре поля оказывается гораздо интереснее и сильнее, чем, собственно, Баринов и участвует во всех трех забитых мячах. Именно на этих футболистах, на Дмитрие Баринове, на Гильерме, на Антоне Мернчуке лежала основная ответственность. И постоянно по ходу сезона сыпались шишки на молодых футболистов, дескать, они нестабильные, дескать, они плохо играют, на новичков, которые якобы не тянут уровень локомотива, хотя мне так не кажется. Мне кажется, то, что главная проблема локомотива этого года, 2022 года, была в том, что именно те футболисты, которые должны были взять на себя бремя лидерства, оказались ниже всякой критики. Антон Мернчук разыгрался только к концу года, Дмитрий Баринов весь год был плохой, Стас Макеев тоже не пойми, чем занимался весь год. И, ну, такие ошибки, которые я видел от Макеева в этом сезоне, я не видел от него никогда. Ни по школе, ни по молодежке, ни по казанке. А сейчас, и он же в основе уже сколько сыграл, я всегда считал Макеева одним из самых стабильных, самых надежных защитников локомотива, что он не косячит. А здесь Макеев просто раз за разом мяч сопернику отдает. Не понимаю этого, не могу понять. И, к сожалению, в атаке ровно та же самая ситуация. Комано, который должен был повести за собой, который игрок в сборной своей Гвинеи, который забивал много мячей при Николиче той весной 2021 года. Но сколько моментов успел запороть Комано за эти полгода, просто уму непостижимо. И Керк туда же, и многие-многие футболисты, которым вроде как по статусу положено тянуть за собой локомотив, они не тянули. И самые позитивные моменты были связаны как раз именно с теми якобы нестабильными молодыми ребятами. Например, Артем Карпукас, которому я не устаю рассыпаться в комплиментах, признаниях любви, потому что, ну, он просто шикарный парень. Я никогда особо его не выделял по школе, в молодежке и в казанке. Ну да, был Карпукас, да, он неплохо играл в центре поля, и у него был отменный прогресс в конце 2021 года. Но все равно, ну, просто неплохой центральный полузащитник. У нас этих центральных полузащитников в Академии каждый год рождается. Вот новый родился Щетинин, уже успел дебютировать. Но за 2022 год он преобразил вообще мое понимание о том, как должны играть молодые футболисты. Он вышел, и в первых же матчей лучший игрок. Он получил свою первую статуэтку лучшему футболисту буквально там на третий, на четвертый матч. Это очень круто. И часто бывает о том, что яркая вспышка заканчивается большим-большим пшиком. Это вообще не про Карпукаса. Он свой уровень держал, 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 держал. И по каким-то совершенно непонятным для меня причинам Марвин Компер умудрялся убирать его в запас, заменять на 60-й минуте. После чего становилось прям разительно видно, как локомотив не может играть без Карпукаса, без молодого парня, который без года недели в основе. Мы видели, как Вадим Раков вышел на 30 минут с Краснодаром. Мы видели, как Егор Погоснов выходил сначала на Урал, потом на Нижний Новгород. И насколько же уверенно и классно Егор Погоснов играл в центре обороны. Да, это к вопросу о том же Мампасе, который, мягко говоря, стабильностью не отличался. Погоснов такое ощущение, что всю жизнь играл в центре обороны локомотива. Ему абсолютно не важно, кто там его партнер. Он отлично боролся на втором этаже, вообще не чурался никаких единоборств. Пускай и ему 18 лет, а соперникам рядом с ним там 25-27. Но он большая машина, он прекрасно понимает свои сильные качества, понимает свои слабые качества. И ничуть не тушуясь, выходил и делал пользу команде. Молодой Бека Бека, молодой Уилсон Осидор, даже молодой Марио Митай, которого постоянно пихали на какие-то совершенно не его позиции. То опорник, то левый нападающий, то правый защитник. Но все равно они показывали какой-то задор, какие-то качества, какое-то желание победить. Этого самого желания, этой веры, наверное, в локомотив не хватало как раз вот этим вот старичкам, типа Баринова, Мирончука, Живоглядова, о котором я вот только сейчас первый раз вспомнил. Оказывается, он тоже у нас в команде был, и он тоже должен был вести за собой локомотив. Но вот именно от них мне не хватило какого-то вот движения вперед, помощи этому локомотиву, для того, чтобы все получилось. К сожалению, уже не получилось у немецкого локомотива. Мне бы очень хотелось узнать в какой-нибудь мультивселенной, где нету никакой СВО, что случилось с локомотивом после 24 февраля, на каком месте закончил Гиздаль, купили ли мы Светберга, еще много-много вопросов. Мне кажется, что у того локомотива могло и должно получиться было. Но мы живем в нашей вселенной, мы живем в текущих реалиях. И изменения, которые произошли, они напрашивались, и, к сожалению, наверное, по-другому и быть не могло. Теперь мы живем с другим локомотивом. Теперь наш локомотив — это локомотив а-ля молодежная сборная России. Это как раз вот рефрен к началу выпуска о том, что начинали мы с покупки Кухты и Исидора, заканчиваем покупкой Пеняева и Глушенкова. А там еще на подходе Илья Ландратов, а там еще какой-нибудь Артем Соколов, а там Илья Агапов и еще много-много ребят, которые проходили через молодежную сборную Галактионова. Да они и сейчас в локомотиве играют. Кудюков и Карпукас вызывались буквально вот недавно. Тикнезян ездил с Галактионовым на чемпионат Европы. И ребята там 98-го года рождения играли с Галактионом в его сборной. Там Куликов, например. В общем, много-много ребят проходили через сборную молодежную с Галактионовым. И по всей видимости это и будет продолжаться в дальнейшем. Возможно, в частности, именно поэтому мы так за Галактионова и боролись. Потому что очень хотели получить некий ресурс, который позволяет нам тянуть игроков из молодежной сборной России. Пока тянем Артема Зугуменова, пресс-атташе молодежной сборной, администратора молодежной сборной, Заикина Романа. И вот Глушенков и Пеняев тоже в свое время поиграли у Галактионова за молодежку. Хорошо это или плохо? Это просто другой путь. Теперь мы наблюдаем за таким локомотивом, у которого все может получиться, а может и не получиться. Потому что молодежь нестабильна, потому что молодежь может в решающий момент не попасть по воротам, дрогнуть ножки и, к сожалению, получим то, что получим. Поэтому, в том числе, будет очень важно, чтобы Антон Миранчук не сбавлял оборотов. Чтобы Дмитрий Баринов перестал заниматься не своими делами, перестал пытаться оценивать предсезонную подготовку и рулить настроениями команды. Чтобы пришел Илья Лантратов и занял место в воротах. И Даня Худюков, при всем уважении к его таланту, играл бы на своем уровне, который он еще не перерос. Это уровень молодежной команды или аренды в какой-нибудь ФНЛ. Но не локомотив, где, к сожалению, каждый пропущенный им гол приближает нас к катастрофе. И давайте быстренько-быстренько номинации. Я их уже описывал в Boosty и я там написал о том, что если у вас есть какие-то свои номинации или вы хотите предложить другие кандидатуры на предложенные мной номинации, то с удовольствием почитаю это в комментариях. Персона года. Для меня, безусловно, Томас Цорн. И это не означает, что это лучшая персона года. Да, это просто человек, который в наибольшей степени повлиял на локомотив. Безусловно, именно к Цорну было приковано наибольшее внимание наше, как болельщиков локомотива в 2022 году. И именно его идиотские решения привели к тому, что локомотив находится на том месте, на котором сейчас находится. Игрок года. Для меня, безусловно, Артем Карпукас. И он настолько безальтернативный игрок года, что я даже не могу вспомнить, когда в последний раз такое было. Ну, наверное, какой-нибудь перформанс Леши Миранчука тоже был настолько безоговорочно крутым. Хотя, в любом случае, можно было кого-нибудь Чорлуков вспомнить или еще что-нибудь. Ману Фернандеша наверняка любители находились. Но вот здесь Артем Карпукас просто безоговорочно лучший. В каждом месяце он был достоин того, чтобы получать награду лучшему игроку месяца. Прогресс года я отдаю Наиру Текнезяну. И, наверное, вы могли бы спросить, а почему так, если есть Карпукас, который в начале года вообще был в молодежной команде, а к концу года дорос до сборной России. Но для меня Артем Карпукас с первых же матчей показал, что он крутой. И разницы в перформансе между апрельским Карпукасом и ноябрьским Карпукасом по большому счету нет. А вот разницы в уровне между Наиром Текнезяном начала года и конца года, когда он стал одним из лидеров команды, через него вдруг неожиданно стали вестись атаки. И он стал ключевым звеном в завершении этих самых атак. Пытались найти его на левом фланге. И в том числе он забивал несколько важных мячей. Это два разных Текнезяна. И, соответственно, вот именно это для меня и составляет прогресс года. Разочарование года Дмитрий Баринов, я уже рассказывал, объяснял. Дима должен был стать лидером локомотива. Дима должен был вести локомотив за собой. А в итоге по всем его интервью видно то, что он не особо вообще верил в локомотив. Не особо стремился куда-то его везти. И в итоге поспособствовал тому, что ничего, собственно, и не получилось. Это довольно грустно. И особенно, конечно, грустно это тот перформанс, который Баринов на футбольном поле показывал. Это прям вообще никуда не годится для игрока уровня сборной России. Трансфером года я, наверное, назову Яна Кухту. На контрасте, особенно с Федором Смоловым, который ушел, пришел вместо него Кухта. И вдруг показал, как должен играть нападающий современный футбол. Ну, это было просто здорово. И опять же, локомотив с Кухтой, локомотив без Кухты. Две совершенно разные команды. И вторая команда, к сожалению, не очень понимает, во что и как она собирается играть. Гол года забил Мардешвили в ворота Ростова. В падении через себя. Сравнял счет, когда казалось то, что все уже безнадежно. Но прекрасный гол, прекрасная воля к победе. И опять же, да, многие говорят о том, что вот Мардешвили, Текнизян, люди, которые тянут локомотив вниз, за них были отданы неоправданно огромные деньги. Но давайте посмотрим, сколько раз Мардешвили нас спасал на последних минутах, сколько раз нас Текнизян спасал на последних минутах. Эти игроки приносят пользу локомотиву. И на контрасте те игроки, которые должны были этим заниматься, но почему-то мы их вообще не видим. Например, Франсуа Камано. Сколько очков принес нам Франсуа Камано в матчах, которые складываются плохо. Не в матче с кем-нибудь Химками, а в матчах, в которых прям тяжелый соперник и нужно что-то сделать. Я думаю, что не очень большая цифра. Ну и матч года состоялся еще в первой половине. Во второй половине, к сожалению, прям ярких, красочных матчей, в которых было приятно следить за локомотивом, было не так много. Можно вспомнить Оренбург и Химки, но это все-таки матчи с не самыми сильными соперниками. И не очень много эти самые матчи значат. А вот матч в начале года, ну точнее как, уже где-то в мае с Динамо, который закончился с отсчетом 3-3, он значил много и с турнирной точки зрения, и с точки зрения того, как локомотив себя показал. Как он вытащил себя за уши с 1-3 и с красивыми голами, и с тем, что мог бы даже вырвать и выиграть тот матч. Это была отличная игра, за которой было интересно наблюдать. И тогда, опять же, казалось, что все у локомотива будет хорошо. Но, увы, не сложилось. Хватит, хватит подводить итоги этому году. Год ужасный, год, который локомотив заканчивает на 14 месте, год, в котором происходят ужасные вещи по всему миру. И я надеюсь, что просто 2023 год не будет таким, как 2022 год. Я надеюсь, что будет много положительных эмоций. Я надеюсь, что Галактионов станет именно тем тренером, который нужен локомотиву, останется с нами на долгие годы. Что не придется нам через полгода учить новую какую-нибудь фамилию. Я надеюсь, что и в мире все образуется. Потому что ситуация, которая сейчас складывается, она немножечко не способствует тому, чтобы рос интерес к футболу, рос интерес к локомотиву. Именно ради этого я, в том числе, работаю перед камерой. И просто очень хочется, чтобы больше людей болели за локомотив, больше людей посещали матчи локомотива. Надеюсь, что не будет никакой азиатской конфедерации, что мы останемся в Европе. И через год, возможно, нас уже вернут в Еврокубки, если, конечно, все закончится. Если этого не закончится, то переходи в азиатскую конфедерацию, не переходи. А играть ни российские клубы, ни российская сборная нигде не будет. Но не будем о грустном, с Верой в будущее, с Сергеем Пеняевым, с Максимом Глушенковым, с Михаилом Галактионовым, с Дмитрием Ульяновым, с Юрием Нагорных и со всеми-всеми людьми, которые пришли в локомотив в последнее время, мы пойдем в светлое будущее в 2023 году. Ну а с вами был Тим, и я тоже останусь с вами в 2023 году, никуда не денусь. Поэтому еще раз подписывайтесь, если не поставили лайк, но вам понравилось видео, поставьте его. Внизу вы увидите различные ссылки на мои социальные сети, на телеграм-канал, где периодически что-то пишу, на бусте, на векоплей, где мы проводим прямые трансляции. В общем, контента много, я старался для вас весь этот год, надеюсь, что вам было так же интересно его провести, как и мне. Несмотря ни на что, год все равно был очень и очень интересным и насыщенным. Все, пока, до новых встреч!